В эфире новости в студии Андрей Белов. Здравствуйте. События, факты, комментарии говорим о главном к этому часу. О восстановлении электроснабжения говорили сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. В выходные по области прошла гроза. Она сопровождалась шквалистым ветром и градом. В результате более 10 тысяч человек остались без света. Стихия ломала деревья и обрушила их на дороге. В результате возникали проблемы с движением автотранспорта, в том числе на федеральной трассе М7. Туда выезжали сотрудники аварийно-спасательного формирования. Чтобы убрать деревья с трассы, им понадобились бензопилы. Нарушения на объектах энергоснабжения устраняли бригады «Владимир Энерго». Непогода затронула Камешковский, Ковровский, Визняковский, Гусь-Хрустальный, Судогодский, Юрьевпольский, Суздальский и Александровские районы. Всего было обесточено 215 населенных пунктов, в том числе 141 объект – социальный. Самое большое количество населенных пунктов было отключено в Судогодском районе. На время восстановительных работ было задействовано 55 аварийных бригад, 50 единиц техники, 117 человек. Также в результате урагана и града были частично повреждены кровли трех жилых домов. В Визняковском районе одна кровля и в Ковровском районе две кровли. Все восстановительные работы были в настоящее время завершены. Губернатор Александр Авдеев сказал, что прошедшая непогода выявила слабые места. Энергетики должны не просто устранять аварии, но и делать выводы. В июле с ними пройдет специальное совещание. Говорить будут о том, что можно исправить за оставшиеся летние месяцы. Это тоже хорошая проверка перед зимой. Те работы, которые делали по расчистке просек, по линиям электропередач, которые требовали замены опор, замены проводов. Вот это тоже проверка на прочность, только в летний период. Соответственно, надо посмотреть критически еще раз на состояние линии электропередач и до конца лета тоже провести работы по подготовке к зимнему периоду. Продолжаем выпуск. В детских медучреждениях Владимирской области планируют тиражировать уникальный опыт работы коллег из Мурома. Там местная детская больница единственная в регионе имеет лицензию на оказание медико-социальной помощи маленьким пациентам. С детьми и их родителем из группы Рискова работают специалисты самого широкого профиля. Под это выделяются отдельные специалисты, отдельные доктора, когда сочетается не только медицина, но еще и социальные аспекты, психология, психиатрия, если необходимость есть, консультирование, юридическое сопровождение семей. В этом особенность детской больницы Муромы. Медико-социальное отделение в Муроме открылось 22 года назад. Здесь работают 4 доктора. В среднем каждый год помощь врачей получают 120 детей. С пациентами работают педиатры, психологи, соцработники. Дети могут пройти курс массажа, физиотерапевтические процедуры. Есть кабинет восстановительной медицины. Курса иглорефлексотерапии проводят лично зав. отделением врач-педиатр высшей категории. Прежде чем взять такого ребенка на данный вид лечения, проводится диагностика, достаточно детальное собеседование, уточняются энергетические нарушения в тех или иных каналах и потом прописывается 10-дневный курс лечения. Профессиональный праздник всех российских защитников природы и специалистов по охране окружающей среды. Сегодня в стране отмечается День эколога. Общественники из Владимира приурочили к этой дате уборку территории на улице Погодина. На свалку поступали жалобы от жителей города. Ольга Ельфимова расскажет подробнее. Бутылки старой покрышки и строительный мусор. Сегодня стихийная свалка на улице Погодина исчезнет. На нее команде волонтеров Добров Добром уже не раз жаловались владимирцы. Поэтому территорию к традиционному субботнику в день эколога добровольцы выбрали не случайно. Первый этап у нас это уборка самой свалки. На втором этапе это будет снос хозпостройки заброшенной. Она представляет опасность и детям. Во втором этапе она будет снесена. То есть здесь скоро будет открыт арпенский проезд. И это вот такой первый вклад в благоустройство новой территории. Среди студентов и депутат областного парламента Александр Цыганский. Первый день своего летнего отпуска он решил провести с пользой. Тем более, что с волонтерами сотрудничает уже много лет и с удовольствием присоединяется к их акциям. Сотрудничество на самом деле регулярное. С 2002 года оно началось. Когда еще не было добров добрым, уже мы помогали, уже благоустраивали территорию Фрунзенского района. Это и князь Владимирский мемориал, и пруды, которые расположены на территории Фрунзенского района. И вот такие подобные захламленные уголки Фрунзенского района мы приводим в порядок. Считаю, что это здорово. К субботнику присоединились и сотрудники КТОС Фрунзенского района, а местная администрация помогла с техникой. Но основная часть – это активисты команды «Добро в добром». Движение привлекает все больше участников. Речь уже, скорее всего, про сотню. У нас самый, скажем так, костяк – это около человек 20. И постоянно, как и различным мероприятиям, у нас присоединяются и школьники, и студенты. То есть мы сотрудничаем также со школами, с вузами, с СУЗами, которые очень рады предоставить нам таких же админиномышленников, как и мы. Присоединиться к команде может любой желающий. У общественников много планов. Впереди регулярные субботники и сбор старых покрышек во Фрунзенском районе. Ольга Эльфимова и Дмитрий Шаталов. Лучших спасателей выбрали в Муроме. Там прошел смотр-конкурс на звание лучшего звена газодымозащитной службы. Участие в нем приняли сразу шесть команд со всего региона, в каждой по четыре человека. Соревнования для них, как и трудовые будни, проверка сплоченности, выносливости и умения мыслить в стрессовой ситуации. Соревнования проходили в несколько этапов, в которые входила оценка теоретической подготовки сотрудников. Но наиболее зрелищной была практическая его часть, включающая в себя преодоление всевозможных препятствий, прохождение лабиринтов, задымленных помещений, оказание помощи пострадавшим. И тушение возгораний. В серьезной борьбе первое место заняла команда из Мурома, а второе досталось звену газодымозащиты из Владимиром. И третье – спасателем из Гусь-Хрустального. Красочно и ярко на Владимирской земле отметили троицу. Праздник традиционно прошел в Суздале и собрал несколько сотен участников. Об исконно русских традициях и обрядах расскажем в следующем материале. Волынка, жалейка и свирель – самобытные инструменты русских крестьян сегодня звучат крайне редко. Раньше же сыграть на них мог любой – и в праздник, и в трудовые будни. Более 80 музыкальных инструментов на праздник троицы привез Сергей Плотников. Мастер-владелец – музей забытой музыки из Воронежа. Мне жена подарила книжку, музыкальные инструменты с чертежами. Книга Василия Бычкова, к сожалению, покойного сейчас. Там были чертежи. Она решила, что я как рабочий человек по чертежам сделаю трещоточки, может быть, дудочку. Но меня там как понесло. Традиционно троицу отмечали на территории музея деревянного зодчества. Совместили ее с праздником народных ремесел. Поэтому встречали гостей и жителей Суздаля не только исконно народной музыкой. Праздник троицы позиционируется как праздник народных традиций, народных ремесел. И мы стараемся возобновлять не только какие-то обрядовые вещи, но, например, развлечения. Поэтому на территории музея деревянного зодчества мы сейчас можем увидеть и, скажем так, старинные игры, закрутихи, качели, которые вы видите здесь. Везде можно принять участие, попробовать свои силы. Бой на мешках, стоя на бревне, действо хоть и веселое, но рискованное. Поэтому участвуют в нем в основном мужчины. Для детей и женщин организаторы приготовили свои развлечения. От мастер-классов до кукольных сказок для самых маленьких. Ну что, гости дорогие, мешутку нашу покормим? Да. Не помешу я совсем? Да! Мы приехали просто погулять в Суздале с детьми. И когда ехали, первое место, куда хотели посетить, это как раз музей деревянного зодчества. И все совпало. И детям интересно посмотреть, как жили раньше люди. Наверное, это основная цель была. О том, как и, главное, чем раньше жили люди, на празднике рассказывали с лихвой. Кроме прочих обрядов и обычаев, гостям троицы показали вождение колоска. Этот обряд зародился в Юре в польском районе. Впервые о нем стало известно в 1853 году. Предки верили, что вождение колоска – залог богатого урожая. Для музея деревянного зодчества, кстати, обряд не лишний. Ведь у него есть свое поле. Музейщики уже заручились поддержкой местных аграриев. Но и народным опытом не пренебрегают. Евгения Волкова, Алексей Дудин. Во Владимире состоялись соревнования по гиревому спорту. В спортивном комплексе «Молодежный» встретились 96 участников из разных областей страны. Чем привлекает это в буквальном смысле тяжелые состязания? Мои коллеги продолжат тему. И гиревой спорт – это прекрасный способ воспитания себя как личности. Иван Денисов знает, о чем говорит. В тяжелой атлетике он уже 23 года. За это время стал заслуженным мастером спорта. А также абсолютным рекордсменом России и мира. Сейчас возглавляет любительское движение. Признается, настоящий гиревик должен быть не только физически развит, но и обладать силой воли. Зачастую очень тяжело. Но именно преодоление себя на тренировках и, конечно же, на соревнованиях, умение себя настроить. То есть дисциплина обязательно нужна. Воля нужна. Характер, который позволяет эту волю воспитать в себе, тоже нужен. Бывает, смотришь на человека одуванчик, но с огромной волей, с таким прям желанием добиться своего, что он хочет. Подобные соревнования проводятся на регулярной основе уже второй год. Но этап мировой серии Гран-при на Владимирской земле впервые. Любые соревнования для спортсмена – это какой-то определенный контрольный срез, который помогает показать ему самому, во-первых, то, чего он достиг в рамках тренировок, насколько он развился. И в боевых условиях проверить себя. Спортсмены соревнуются в двоеборье, выполняют рывок и толчок. Главное требование – фиксация. Только когда вес зафиксирован в определенном положении, судья дает сигнал, и спортсмен переходит к следующему этапу. Важно правильно распределить нагрузку. В рывке гири Владимир Кобзарь выработал свою тактику. Я мысленно разбиваю 10 минут на три равных отрезка. В первый отрезок я щупаю себя, то есть щупаю темп, который я продержу. Потом во второй отрезок я этот темп пытаюсь удержать. И третий отрезок я завершаю его с ускорением. После нескольких десятков движений вес гири увеличивается. Секунды превращаются в вечность. Вот здесь и пригодится сила воли. Андрей Савинов в этом виде спорта всего три года. Пришел попробовать, и теперь это часть его жизни. Мне кажется, меньше уставать стал. Больше выдерживать всяких даже бытовых нагрузок. Ну, как бы, встречаясь в жизни с какими-то трудностями, достаточно вспомнить вот эту десятиминутку и становится легче. В соревнованиях участвуют как взрослые спортсмены, так и молодежь, в том числе девушки. Уровень подготовки, естественно, у всех разный. Но однозначно, для каждого, кто вышел на помост, это проверка своих сил. Александр Инин, Владислав Мальцев и Дмитрий Шаталов. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или нужна помощь, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами не прощаюсь. В 19.00 в вечернем выпуске подведем итоги этого дня. Не переключайтесь.